Северная граница Америки, Аляска. Зимнее запустение сменяется коротким изобильным летом. Богатые земли и воды Аляски пробуждают золотую лихорадку. Манят старателей со всего земного шара. На перегонки с морозами они пытаются взять свое, пока светит солнце, чтобы разбогатеть или умереть, пытаясь. Мы покажем один день на Аляске. Дикие животные. 24 часа. Аляска. Рай гризли. Летом на Аляске день наступает рано. Отлив открыл большой участок суши. Для бурой медведицы и ее детенышей это идеальное место для поиска пищи. Субтитры создавал DimaTorzok Они не могут долго здесь оставаться, ведь скоро начнется прилив. Гораздо быстрее приближается другая угроза. Огромный самец. Самая страшная опасность для близнецов. До 80% медвежат, погибающих рано, убивают взрослые самцы. Лучший выход бегства. Медведи на юге Аляски наслаждаются умеренным климатом. Аляска – это крупнейший штат Америки, и часть его территории лежит за Северным полярным кругом. Именно благодаря этому летом штат процветает. В результате таяния льдов В океан поступают минеральные вещества. Глубинные воды поднимаются к поверхности океана, принося с собой питательные вещества. К большому количеству кислорода в холодной воде добавить изобилие солнечного света. Это идеальный рецепт жизни. Миллионы гостей прибывают в эти места, и среди них один из самых крупных хищников на планете. Самка горбатого кита и ее детеныш проплыли тысячи километров, чтобы попасть на этот пир. На завтрак у детеныша молоко. Возможно, матери удастся поесть только летом. Всю зиму они вдвоем выживали на ее жировых запасах и приплыли сюда для того, чтобы пополнить их. Пока мать готовится к охоте, детеныш решает поиграть. Но у этой игры есть цель. Поднимаясь на поверхность, маленький кит подражает поведению охотников. А неподалеку взрослые демонстрируют настоящие навыки. Один из китов выпускает струю воздуха из своего дыхала, поднимаясь по спирали вокруг косяка. Киты одновременно бросаются вверх. Они способны съесть более тонны рыбы в день. Только так они могут пережить зиму. Недалеко от южного побережья начинается ежегодная миграция лососевых. Миллионы рыб пересекли Тихий океан. Подобравшись ближе к берегу, они почуяли запах родных вод. В устье реки рыбы останавливаются напередышку. Несколько дней они будут адаптироваться к пресной воде. В течение своего путешествия они меняют внешний вид. Самки становятся зелеными, а у самцов искривляется челюсть и появляется горб, из-за которого этот вид назвали горбушей. Рыбы собралось много. И это как раз то, что нужно молодому бурому медведю, чтобы отточить навыки охоты. Ныряя, он ищет подходящее место. Он отходит, а потом запрыгивает в воду к ничего не подозревающей жертве. Рыбалка идёт так хорошо, что медведь съедает только лакомые кусочки. Кожу, икру и мозг. Вскоре рыбы поплывут вверх по течению, где ждут опасности гораздо хуже, чем один молодой медведь. На северном побережье Аляски в пределах Северного полярного круга морской лёд, который держит берега в холодном плену большую часть года, наконец растаял, когда пришло лето. Белые медведи этому не рады. Они предпочитают совсем не тот сезон, что остальные обитатели Аляски. На льду они охотятся на тюленей. Теперь же медведям придётся голодать. Утром медведица решает войти в свободную ото льда воду, чтобы поучить двух своих детёнышей плавать. Эти медведи настолько хорошо приспособились к морю, что плавают так, как это обычно делают морские млекопитающие. Они погружаются и выныривают по дельфиньи. Малыши играют, но скоро им придётся нелегко. Лёд растаял, и еды не хватает. А мать всё ещё кормит медвежат. Она должна найти пищу. Ей придётся выйти на берег. А на берегу бродят сенцы, которые захотят съесть её детёнышей. Придётся пойти на риск. Горбуши заполонили реки Аляски. Некоторые из них проплывут сотни километров вглубь материка. Они перестали питаться, как только попали в реку. Она полна препятствий, которые лишают их сил, особенно самцов. Крупный горб, как признак здоровья, привлекает самок. Но лишнее сопротивление потоку может стать смертельно опасной помехой, когда на пути возникнет препятствие. Эти водопады – любимое рыбное место бурых медведей. Альфа-самец занял наиболее выгодную позицию. Он наберёт вес очень быстро. Лёгкая добыча приводит к неразберихе. Когда агрессивные самцы начинают сражаться за пищу и главенство. Матери и её детёнышам опасно здесь находиться. Но упускать хорошее рыбное место не хочется. Здесь даже неопытные медвежата могут поймать себе пищу. Мясо лосося жирное. Может, и приесться. Крупный самец хочет разнообразия. Он надеется заполучить медвежат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самец весит почти на 200 килограммов больше самки. Но самка полна отваги. И все же отвага не гарантирует победу. И храбрецы, и трусы пройдут испытания на удачу еще до заката. КОНЕЦ Всего одна семья бобров сумела устроить для себя на небольшой речке разлив. КОНЕЦ Сегодня они должны восстановить плотину, поврежденную наводнением. Любой ценой. Двухлетний бобер помогает своим родителям. Он обретает навыки, которые очень ему пригодятся. КОНЕЦ Ведь скоро ему придется оставить семью. В гнезде сидят два годовалых бобренка. И скоро в семье будет пополнение. Для двухлетнего бобра это значит одно. Ему пора уходить. Он должен найти себе территорию и пару. Он уплывает прочь от семьи и родной хатки. Навстречу тяжелым испытаниям будущего. Горбуши почти добрались до своего нерестилища. Впереди река делятся на притоки. Косяк, горбушь тоже делятся. Каждая группа следует по запаху тех вод, в которых вылупилась. Чем выше и мельче ручей, тем больше лососей погибнут. В узком пространстве рыбы тесно сбиваются и расходуют весь кислород, содержащийся в воде. Они устают. А потом начинают задыхаться. Только сильные и удачливые рыбы доберутся до нерестилища. Летом. Прибрежные скалы Аляски служат убежищем для одной из крупнейших колоний морских птиц на планете. Песец обходит их земли. Он любит есть упавшие яйца и птенцов. Песец ищет легкую жертву. Крупный белый медведь пришел не за песцом и не за птицами. Только птицы об этом не знают. У медведя на уме кое-кто покрупнее. Моржи тоже летние иммигранты. Теперь, когда лед растаял, им приходится тесниться на одном из немногих удобных пляжей. Среди этих двухтонных гигантов начинается давка. Самое крупное плотоядное животное на суше весит относительно немного, чуть меньше 700 килограммов. Он обходит колонию, держась с подветренной стороны. Белые медведи редко нападают на таких крупных и хорошо вооруженных противников. Но скудные времена требуют отчаянных мер. Этот медведь готов рискнуть. Приближается вечер. И молодой бобер сталкивается с превратностями судьбы в одиночку. По берегу бродит молодой медведь. Бобру негде спрятаться, он уязвим и знает об этом. Попытка побега заводит его в еще более узкий поток. Однако он не собирается убегать вечно. Он парень с характером. Его крепкие зубы, способные справляться с деревом, легко прокусит мясо и кости. Медведь найдет себе жертву попроще. А бобер прошел свое первое испытание на мужество. Горбушам, которые сумели добраться до нерестилища, пора размножаться. Каждая самка выбирает место для нереста. Она бьет хвостом и создает ямку на дне. Кружащие рядом самцы начинают состязаться. Больше шансов у того, чей горб крупнее. Это показатель здоровья. Ведь если самец сумел выжить с таким горбом, значит, он достаточно силен. Крепкая хватка челюстей отпугнет любого соперника. Самка устраивается на своем месте и готовится отложить икру. Самцы приближаются и начинают подрагивать, стремясь ускорить процесс. Когда самка откладывает икру, соперничество между самцами усиливается. В руслах сотен рек, бесчетное количество раз, самцы сражаются за право оплодотворения. Путешествие подошло к концу. Эти горбуши уже на последнем издыхании. В ожидании смерти они успевают увидеть, какая судьба ждет их детей. Бонапартовы чайки довольно изобретательно избавляются от будущих мальков. Эта икра – не единственное наследие горбуш. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Киты наслаждаются роскошью аляскинского лета. Но они не единственные. Косатки – высшие морские хищники. Они легко приспосабливаются и охотятся стаями, когда находят достойную жертву. Детеныш кита может утолить голод целой стаи. Охотники окружают его. Они отделяют детеныша от матери. Косатки пытаются утопить его. Сначала хищники съедают мягкое мясо. Губы и язык. Насытившись, стая косаток уносит тело на дно. Останки детеныша исчезают во мраке. Хорошенько отъевшись за один-два летних месяца, бурые медведи могут отдохнуть. Но солнце светит по двадцать часов и не дает им спокойно поспать. За этой самкой наблюдает самец. Он будет преследовать ее, пока у нее не начнется течка. К вязчему недоумению ее взрослых детенышей. Сходясь с этим самцом, она дает детям понять, что им пора ее покинуть. Они решают задержаться. Но держатся подальше от альфа-самца. По меркам медведей они тощие юнцы. Они еще не готовы соперничать со взрослыми. Но они тренируются. Учатся хватать и бить. находить уязвимости. Они внимательно изучают слабые места. Низ живота и генитарии. Скоро молодые медведи останутся одни в диких землях Аляски, которые не прощают слабости. Словно в подтверждении тому, насколько опасны эти земли, появляется еще один самец. он намерен сразиться с альфа-самцом. Если он хочет заполучить самку, то должен драться. Возможно, насмерть. Альфа-самцом. Продолжение следует... Смельчак проиграл. Одолев противника, альфа-самец возвращается к ожиданию своего свидания с самкой. Смельчак проиграл. У моржей очень плохое зрение, и они не замечают белого медведя, пока он не подходит вплотную. Стратегия медведя проста. Распугать стаю в надежде, что в суматохе одного моржа ранит. Но паническое бегство представляет куда большую опасность для медведя, чем для моржей. Медведь находит жертву. Даже такой маленький морж весит больше него. Чтобы серьезно ранить его, медведь должен пронзить крепкую кожу и 25-сантиметровый слой жира. Морж силен, и ему удается оттащить противника в воду. Медведю приходится отпустить его. Но он еще не закончил. Он уже отведал крови. Теперь медведь ищет жертву подальше от воды. Это отчаянный замысел. Он выбирает небольшого моржа и оттаскивает его от стаи. Обрадованный, он не замечает опасности за спиной. Достаточно всего одного удара. Медведю уже не хочется продолжать. Сегодня добычи не будет. Тем временем, более легкое поживо появилось на горизонте. Медведица, благодаря своему невероятному нюху, учуяла труп крупного кошелота. Медведица, благодаря своему невероятному нюху, медведям нужен только жир. Это практически чистая энергия, которая пополнит их собственные жировые запасы. Жир будет согревать их, давать энергию и даже преобразуется в воду, когда ее будет не найти в холодной зимней пустыне. Этого кошелота медведям хватит, пока море не покроется льдом. На далеком севере они могут пировать и в полночь. В это время года ночь здесь не бывает по-настоящему темной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Колик Самца-медведя ждёт приятный сюрприз. Самка, за которой он наблюдал, наконец готова к спариванию. Её сыновья наблюдают за ухаживаниями. Спаривание означает, что сыновьям пора покинуть мать. Это будет их первая зима в одиночку. На севере становится ясно, насколько серьёзно ранение белого медведя. Со временем рана, возможно, заживёт. Но пока что он не сможет охотиться. Рядом с одной из богатейших кладовых в мире медведь может умереть от голода. На Аляске любая мелочь может склонить чашу весов в сторону жизни или смерти. Программа озвучена на студии «Велес». Текст читал Олег Белов.